В этот день им дали подписать эти повестки, которые, я так понимаю, после разговора с военкомом Измайловского военкомата, он её не хотел подписывать, так как по закону они должны были её вручить за три дня, ну, дать ему срок три дня. И в этот момент, ещё когда у него был телефон на руках, он там просил меня позвонить, ну, чтобы я понимала ситуацию, я звоню, он говорит, мама, ну, всё, нас пакуют, пишет. Ну, я так понимаю, их всех собрали, ребят. Получается, я так понимаю, отобрали документы. Уже по дороге, где-то, когда их везли в пункт сбора на Угрежскую, он там уже, связь с ним была потеряна. Всё. Когда он прибыл, медкомиссию он не проходил, как положено призывнику, так как он говорит, на основании чего, ну, проходить комиссию, я ещё кого не знаю, когда буду уже по призыву, тогда буду проходить. Оказывается, медкомиссия была уже оформлена. Да, естественно, состояние его здоровья никто не обследовал, никому это не было интересно, была, видать, поставлена другая цель – забрать их всех. Ну, мы, я сразу приехала в военкомат, естественно, разговора нормального с начальником призывной комиссии у нас не состоялось. Я говорю, ну, у него же есть отсрочка. Почему вы не дали ему воспользоваться своим законным правом на учёбу? Он, на что мне был дан ответ. Он диплом защитил? Я говорю, да, а что? Получение диплома, как сам факт, нигде в законе не прописано. Учебную часть он закончил. Я говорю, ну, подождите, ещё нет приказа об его отчислении, об окончании. Он ещё находил действующий студент. С общежития он не съехал, там остались все вещи. Ну, человек вышел по обычным делам, ничего не подозревая подвода. Естественно, он без всяких личных вещей остался без ничего. Всё, я так понимаю, отобрали. И средства связи, и, получается, как бы удерживали. Ну, это уже ладно, упустим. После военкомата я поехала на Угрежскую. Туда, естественно, не пускают. Мы только на КПП, я переговорила с сотрудниками, так скажем, которые сказали, даже передачу передавать они не будут, брать нельзя. Вчера было распределение, их уже распределили. И сегодня они в 7 часов выезжают на Павелецкий вокзал для отправки в Крым, Керчь. Тоже вопрос непонятен, когда говорилось о том, что вроде бы такие ребята, которые здесь, должны недалеко служить. Но я так понимаю, это тоже как-то не соблюдается. Я говорю, а что там, учебная часть разве? Сказали, да, есть везде учебная часть. Я, естественно, как бы била во все колокола. Я говорю, с начальником приемной комиссии разговор не состоялся в первый день. Во второй день я разговаривала с комиссаром, военкомом, который меня уже, оказывается, заочно хорошо знает, знает моего сына, так как он, ну, ребенок показал знания, ну, ребенок, парень, показал знания своих прав. Вышли родители от него, другие говорили, хороший, приятный мужчина. У меня такого впечатления. От общения с ним не создалось. Это Колесников. И, значит, со мной он разговаривал как-то не очень доброжелательно и сказал, что он отказывается выполнять свои обязанности призывника, не подписывает документы. Я говорю, какие он должен подписать документы? И если он не будет подписывать, я, взрослая женщина, чувствовала давление. Он говорит, тогда он, если не пойдет служить, он сядет в тюрьму на два года. Вот, я думаю, такие же беседы велись и с ребятами. Давление было и на других ребят, потому что были родители, которые дети также попали, и они уже отправлены тоже в разные места, и где ребята рассказывали, как с ними обращались, и что проводилось такое, ну, психологическое давление было на некоторых. Я не буду вот уточнять, это то, что информация я слышала. Сразу написала заявление в районную прокуратуру, на что у меня хватило времени. На следующий день я поехала, мы написали в военную прокуратуру, куда обращался мой сын ранее тоже на действия военкома, ну, или военкомата. Я написала в центральный комиссариат, это то, что я писала бумажные документы. Также я подавала всевозможные электронные заявления и в следственный комитет, и по правам человека, и в приемную президента. Я уже даже, наверное, и Собянину, я, наверное, уже даже сейчас я не припомню, во все возможные ресурсы я подавала заявление. Из всей ситуации, что я поняла, что на, даже юристы сказали, на решение приемной военкомата, на решение о том, что он может служить, его отозвать никто не имеет права. Отменить решение военкомата ни у кого полномочий нет. Только если центральный комиссариат там что-то посчитает, не знаю, когда они там будут что рассматривать, какие сроки, в эти сроки его уже отправляют в часть, выдернуть из части, уже это будет нереально. Там месяц рассмотрения одно-другое, пока будет предписание, там уже и присяга. И как бы подавать в суд, я тоже говорила, если я в суд подам. Во-первых, мы не были готовы, я не была к этому готова, чтобы подавать в суд. И даже если суд вынесет предписание, что были неправоправные действия комиссариата, то его оттуда уже привезти после присяги или еще что-то, это уже не вправе даже после решения суда. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальной сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.